Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Из поучений Святаго Яна Затаустого на книгу Деяний Апостольских Не будем считать ничего своим, так как и самая вера не есть наша собственность А что она принадлежит не нам, но более Богу, послушая Павла, который говорит И сияние от нас Божий дар, Ефесянам 2.8 Потому не будем высокомудрствовать и превозноситься мы, люди, земля и пепел, дым и тень Скажи мне в самом деле, чем ты превозносишься? Тем ли, что ты подал милостыню и раздал имущество? Ну что из этого? Подумай, что было бы, если бы Бог не восхотел сделать тебя богатым Подумай о бедных или лучше вспомни Сколь многие пожертвовали при том и самым телом своим и многим другим И пожертвовали, считали себя ничего не сделавшими Ты подал для себя, а Христос предал себя для тебя Ты отдал должное, а Христос не был тебе должен Вспомни о неизвестности будущего и невысокомудрству, но и страшись Не уничижай добродетеля гордостью Хочешь ли поистине сделать что-либо великое, никогда не считай свои добрые дела великими Но ты пребываешь детственникам И те были девами, Матфея 25, 3 Но не получили никакой пользы от девства по своей жестокости и бесчеловечию Нет ничего равного с миреномудрю Оно источник, корень, питатель, основание И союз всего доброго И без него мы жалкие, скверные, нечистые Представь, если хочешь, что кто-нибудь воскрешает мертвых, исцеляет хромых, очищает прокаженных, но с гордостью Ничего не может быть хуже, нечистивее и виновнее его Не считай ничего своим Обладаешь ли словом и даром учительства Не думая, что ты через это имеешь что-нибудь больше других Потому в особенности ты должен смиряться, что удостоился больших даров Кому больше дано, тот должен больше возлюбить Лука 7, 47 Потому тебе должно смиряться, что Бог, минуя других, презрел тебя Поэтому страшись, так как это часто служит, и к твоей погибели, если не бываешь внимательным Чем ты превозносишься? Тем лишь, что учишь посредством слов Но любомудрствовать на словах легко Но учи меня своей жизнью Вот самый лучший способ учения Ты говоришь, что надо быть умеренным Ведешь об этом длинную речь, и витействуешь, разглагольствуя неудержимо Но гораздо лучше тебя тот, все скажут Кто учит меня этому делами Обыкновенно они столько внедряются в душу наставления словами, сколько делами Если ты не имеешь дел, то разглагольствуя не только не приносишь пользы, но больше причиняешь вред Лучше бы молчать Почему? Потому что предлагаешь мне дело невозможное Если ты, который говоришь так много, рассуждаю, я не исполняешь этого То тем больше я достоин извинения, который ничего не говорю Потому ты и сказал, пророк Грешнику же говорит Бог Что ты проповедуешь уставы мои? Псалом 49, 16 Гораздо больше вреда в том, когда кто, хорошо поучая словами, опровергает свои учения делами Это стало виной множества зол в церквах Поэтому простите, прошу вас, если речь наша, доля становится на этой страсти Многие делают многое для того, чтобы, ставшие на середине, говорить продолжительно Если они удостоятся рукоплескания от народа, то бывает с ними то же, как бы получили они царство Если же окончание их речи сопровождается молчанием, то это молчаливое уныние бывает для них мучительное самой гиенны Это так неизвратило церкви, что и вы ищете слышать слово не обличительное, но могущее услаждать вас и произношением, и составом речи, как будто вы слушаете певцов и музыкантов И мы холодным и жалким образом стараемся угождать вашим желаниям, которые следовало бы отвергать И бывает то же, как если бы какой отец своему слишком нежному и при том больному сыну давал пирожные, прохладительные и все, что только услаждает, а полезного ничего не предлагал И потом на замечание врачей стал бы говорить свое оправдание, что же делать? Я не могу видеть плачущего сына Несчастный, жалкий, предатель, ведь я не назову такого отцом Не гораздо ли лучше было бы, причинив кратковременную скорбь, возвратить ему совершенное здоровье, нежели временное усложжение сделать причиной всегдашней скорби Так бывает и с нами, когда мы заботимся о красоте выражений, о составе, благозвучии, речи, чтобы доставить удовольствие, а не принести пользу Чтобы возбудить удивление, а не научить, чтобы усладить, а не обличить Чтобы получить рукоплескание и отойти с похвалами, а не исправить нравы А кто любит похвалы, для того достаточно получить их после слушания Когда он станет собирать плоды Прошу вас, постановим это правило, чтобы, исполняя все как благоугодно Богу Нам сподобится его человеколюбие, благодатью и щедротами единородного его Господа нашего Иисуса Христа С которым Отцу со Святым Духом слава держа во честь ныне и присно и во веки веков Аминь Аминь